Если есть свободные денежные средства, и сейчас вы ими не собираетесь как-то распоряжаться, то, конечно же, лучше, чтобы они не лежали под подушкой, а именно приносили по возможности определенный доход. Но надо к этому подходить осторожно. Все-таки финансовый рынок – это риски. Ответ экспертов очевиден. Лежать деньги не должны. Депозиты, а иными словами, вклад в банки с определенным процентом, если и не сделает вас богаче, то, по крайней мере, сбережет накопление. Можно также вложиться в облигации или в акции самых разных компаний. Но в данном случае без специалиста-дилетанту не обойтись. Нужен тот, кто посоветует, куда именно инвестировать, чтобы заработать и не прогореть. Еще недавно многие эксперты рекомендовали покупать иностранную валюту. Сейчас с этим сложнее. С точки зрения купить доллар и этот доллар куда-то инвестировать, сейчас становится крайне сложной. И риски в этом очень большие. А инструменты, которые классические валютные, обсуждали не так давно, в части юаня, то, что появляются какие-то другие валюты, они еще только строятся. Хорошим вложением во все времена была недвижимость. Вкладываться в нее можно. Но прежде чем все свои сбережения нести застройщику, тоже стоит хорошенько подумать, советуют специалисты. Самое главное, действительно, это просчитать сроки, когда тебе могут понадобиться деньги. Если ты понимаешь, что они тебе нужны в течение полугода, то недвижимость точно для этого не подходит. Важно именно держать голову всегда холодной, иметь рядом консультантов и понимать, собственно, чего хотели бы добиться. Заработать на этом, сохранить капитал, получать рентный доход. И это все разные стратегии. Если это, например, 100 миллионов рублей, то, безусловно, я бы рассмотрел недвижимость за рубежом обязательно с долларовой доходностью, процентов 8 на текущий момент. Те же Эмираты, то, что мы сейчас активно клиентам предлагаем с такими капиталами, это раз. А второе, предложил бы облигации валютные наши, тоже в районе 7-8 процентов каких-то крупных компаний. Дискуссия за круглым столом возникла после вопроса, какую сумму можно инвестировать, ведь многие жители края сейчас располагают совсем небольшими средствами. В прошлом году мы говорили, что это минимум 100 тысяч лишних денег. Тогда ты какие-то варианты можешь рассматривать и можешь думать о каком-либо доходе. Большинство, так сказать, располагает лишь этой суммой. Причем это не лишние деньги у людей. Если он на депозите лежит, это не лишние деньги. Это определенная страховка от того, что у него там работа будет потеряна или у него сдельная работа, он не заработает нужную сумму. Там масса факторов личностных может сыграть роль. Между тем, по статистике, жители края открыли более 400 тысяч брокерских счетов, чтобы инвестировать самостоятельно. 10 тысяч человек доверили управление своими деньгами профессионалам. Правда, и они за свои услуги берут вполне приличный процент. Резюмируя обсуждение экспертов, добавим к сказанному. Если у человека свободных средств немного, депозит в банке – лучшее вложение. Если сумма накопления от 3 до 5 миллионов, можно приобрести за границей хорошие автомобили, его цена тоже будет расти. Недвижимость – жилая или коммерческая – тоже вариант. Но прежде чем вкладываться, все за и против нужно взвесить основательно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.